МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В площади, где тогда возводили новую церковь Семеновского полка, проложили чугунные рельсы и отправили поезд по первой в России общественной железной дороге. Вокзал, который построили практически на том самом историческом месте в начале 20 века, называется Витебским. Ту же самую первую станцию окрестили Царско-Сельской. Так называлась и первая в России железная дорога. 185 лет – это очень большой срок. И мы прекрасно понимаем, с чего все начиналось. И сегодня это не только перевозка пассажиров, но и перевозка грузов. И те скорости, которые сегодня между Санкт-Петербургом и Москвой – это до 250 км в час. Начиналось с деревянной шпалы, с паровозной, сначала конной, затем в последующем с паровозной тяги. И сегодня российские железные дороги – это основа экономического развития нашей большой страны. Если взять интерьеры, где находятся наши работники, если взять вокзалы, то в большинстве своем, здесь в Серо-Западе, в Петербурге особенно, в большинстве своем – это здание историко-культурного наследия. И вся история сконцентрирована в камне. И нам просто невозможно работать плохо, понимая и чувствуя то, что стены видели то прошлое, которое было. И, соответственно, это обязывает не остановиться на месте в развитии и двигаться только вперед и дальше. Мы помним все то, что было в нашей истории, берем из нее лучшее. И на этой почве создаем новые сервисы, продукты, маршруты. И в этом плане наша работа построена по принципу взять лучшее и создать еще более лучшее. Мы, наверное, уникальны с точки зрения вот этого элемента сохранения своей истории. Не везде и не всегда это можно назвать полноценными музеями, но, тем не менее, музеи в нашей системе встроены. Главным из них является музей Железнодорог России в Санкт-Петербурге. Нам есть что рассказать обществу и своим потомкам – железнодорожникам. Я считаю, что историю должен знать каждый гражданин. И историю своей родины, и, безусловно, историю своего дела. Железнодорожная культура всегда характеризовалась такими определенными нотками консерватизма. Но при этом этот консерватизм был очень здоровым и всегда был построен на том, что вбирать из жизни все то новое, продуктивное, способствующее вот этому прогрессу в жизни отрасли. Поэтому железная дорога всегда находилась в точке развития, никогда не останавливалась в этом развитии. 30 октября 1837 года был обычный субботний день. Правда, на площади у казарм Семеновского полка почти в центре Петербурга толпились люди. Граждане впервые провожали, как написали ведомости, стального коня, везущего сразу много карет. На саму временную деревянную станцию народ не пускали. Там были император и его ближайшие подданные. Для них ровно в 12 часов 30 минут локомотив дал свисток. И 8 вагонов отправились в Царское село. Царское сельское в тот момент первая дорога общественного пользования в России. И шестая в мире. Ее протяженность составляла 27 километров. Средняя скорость была 51 километра в час, а максимальная – 64 километра. По тем временам фантастическое достижение. Питебский вокзал – это первый железнодорожный вокзал в России? Нет, он не первый. Этот вокзал появился в 1904 году. Его построил архитектор Станислав Боржузовский. Первый вокзал находился на том месте, где сегодня павильон станции метро Пушкинская. Там находилось маленькое двухэтажное деревянное временное здание. А почему тогда именно Витебский вокзал называют первым? Ну, потому что он находится как раз в том месте, откуда начиналась история железных дорог в нашей стране. Это очень, знаете, такое техничное здание. Оно одновременно и красивое. И в то же время здесь очень много технических новинок впервые было использовано. Вокзал был полностью электрифицирован. Компания «Сименс и Гальски» занималась электрификацией этого вокзала. Здесь использовали новые технологии. Например, в вокзале находится 11 подъемных машин. Их производила компания «Сангали». То есть для разных нужд можно было поднимать людей, у которых были проблемы со здоровьем, на второй этаж. Использовались почтовые подъемные машины. Также специальный транспортер, который работал на электричестве, доставлял багаж к платформе, поднимался на лифте и уже загружался в вагон. Вокзал, кстати, с самого начала строился очень интересным образом, чтобы он был рассчитан, по сути, на все слои населения. Еще одна уникальная особенность этого вокзала в том, что здесь было разделение потоков. Пассажиры с одного входа заходили на посадку и, соответственно, выходили с другой части вокзала. И таким образом какого-то смешивания людей во время посадки и высадки пассажиров не образовывалось. Это, кстати, тоже для своего времени было очень новаторское и действительно очень интересное. Строительством царско-сельской чугунки руководил инженер из Чехии Франц фон Герстнер. Именно ему удалось убедить императора Николая I в пользе строительства железных дорог. Франц Антон фон Герстнер родился в Праге, там же учился. На момент прибытия в Россию в 30-е годы 19 века уже участвовал в строительстве железной дороги в Австрии. К тому же Герстнер бывал в Англии, где изучал паровозы и инфраструктуру. После поездки на Уральские заводы чешский инженер подал записку русскому императору, в которой написал «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения». Для эксперимента был предложен участок от Петербурга до Царского села и далее до Павловска. Стоимость строительства первой дороги оценили в 5 миллионов рублей. Почти 10% этой суммы потратили на покупку подвижного состава и рельсов. Чтобы повысить провозную способность дороги, Герстнер решил использовать подвижной состав широкой калии – 1829 миллиметров. Кстати, уже через два года дорога начала приносить доход, а через пять – окупила потраченные на строительство затраты. Впрочем, это было только начало. Политическое и экономическое значение железных дорог еще предстояло оценить. Не будет железных дорог, если просто абстрагироваться от политических других тем, то я думаю, что крепостничество еще долго бы жило в России. Царско-сельская дорога показала саму возможность передвижения больших масс грузов, людей по железной дороге благодаря не лошадям, а энергии пара. И вследствие этого, конечно же, именно эта дорога повлияла на то, что произошло устройство, прежде всего, магистрали между Петербургом и Москвой. Дорога была крайне необходима. Обычным путем в экипажах люди путешествовали пять дней между Петербургом и Москвой. И все, эта вообще система, она настолько уже как бы сжила себя. А тут, когда технический прогресс буквально шагнул одной ногой в Россию и показал, а как можно ездить. Были организованы первые машиностроительные заводы, первые рельсопрокатные заводы в России, специализированные. Благодаря этому у нас развилась металлургическая промышленность и промышленность, машиностроительная промышленность, станкостроительная промышленность. Если бы задержались бы с постройкой железных дорог еще лет на 30, то настолько же задержались бы с развитием промышленности. В первую очередь тяжелый. Со всеми вытекающими историческими обстоятельствами. Лет через 10, просто если бы капитализм развивался, а железных дорог бы не было, то это все у нас реки замерзают на полгода. И текут только с севера на юг, и с юга на север, а с запада на восток, с востока на запад почти не текут. Поэтому водным транспортом, бурлаками это все бы не перевезли. В стратегическом отношении это, я думаю, очень плачевно бы кончилось, потому что мы не были бы защищены с запада. В первую очередь ничем мы не могли бы. Войска бы подвезли, получилось бы Севастополь, номер два, только гораздо хуже. А кроме того, была введена реформа в 1890-е годы о резком повышении пошлины на импортные паровозы. И это было, по-нашему говоря, импортозамещение. И тогда, именно в то время, возникло сразу шесть новых паровозостроительных заводов. Представляете себе? Российских. Это было колоссальное поощрение отечественного производителя. К концу 90-х годов этому пели славу. Герстнер в первой поездке сам вел паровоз. Его заказали в Англии на заводе Стефенсона. Локомотивы вместе с углем и другими материалами везли на кораблях. Оригиналы тех первых паровозов до наших дней не дошли, но есть копии. Вот это построили к 150-летию железных дорог. Паровозов на царской сельской чугунке было 16, мощностью не менее 40 лошадей. Со временем им начали давать имена. Тогда царского села и Павловска фрусировали Северный Слон, прозванный так за гигантский размер, и Орел, и Лев, Стрелай, Проворный, Богатырь. Кстати, эти последние оказались самыми надежными. Проворный возил пассажиров 19 лет, а Богатырь отставили от рейсов только в 1860-м. Вагоны в парке были четырех классов. Самые комфортабельные – кареты Берлина с мягкими сидениями для восьми человек. Второй класс – дилежансы. Мягкие крытые вагоны, большая вместимость. Следующие два класса – шарабаны с крышей и вагоны без крыши и без сидений. Правда, полный переход на пар произошел только спустя полгода, а сначала паровые машины курсировали лишь по выходным, а по будням вагоны возили лошади. Мы можем ухмыляться, смотря на эти смешные паровозики и двухосные вагончики. Но тогда фон Герцнер объездил на самом деле пол Европы и был в самых промышленно развитых странах. И, соответственно, сделал заказ паровозов именно там, где предприятия приобрели определенный авторитет. Цароскосельская дорога, располагаясь в столичном регионе, довольно-таки быстро стала объектом интереса специалистов, инженеров, энтузиастов, которым был интересен технический прогресс. Заслуга нашей системы образования транспортной состоит не только в том, что она готовила таких блестящих инженеров, как Штукинберг, как Панаев, как Журавский, как Берелюбский, как Мельников, Крафт, как, я не знаю, там, Проскуряков, Лавр Дмитриевич. А заслуга в том, что была разработана блестящая система подготовки специалистов среднего и нижнего звена. То есть техников, мастеров, цехов, людей, способных освоить эти чертежи и применить на практике. Мудринолий говорит, что через полгода после заказа паровоза конструктором он выходил со стапелей завода. Первая поездка по железной дороге до царского села заняла 35 минут. Потом здесь построят вокзал и депо с поворотным кругом, императорский павильон. Но сначала путешественников ждала крытая платформа на станции, которую возвели недалеко от парка и дворца. Собственно, из-за конечной точки маршрута парка и дворца царско-сельскую чугунку и прозвали увеселительной. Что из себя представляло царское село в тот момент, когда сюда пришла железная дорога? Царское село с 18 века. Это императорская резиденция. Основана она была еще Петром Первым, подарена его супруге. При Екатерине Второй уже создается и пейзажный парк. То есть во время правления Екатерины Второй рождается то царское село во многом, которое мы его знаем до сих пор. Николай Первый проведет дорогу в царское село, и, конечно, не случайно. Потому что ему нужно было удобно добираться до своего летнего дома. Это было волевое решение Николая. Попробовать построить. Так почему бы я тогда и не сюда? И первое время действительно для Николая Первого, для его семьи, это было развлечение. То есть можно было заказать особый поезд из Петербурга и добраться до царского села. Царское село всегда было городом мус. Он так вошел в историю. При Александре Первом был основан. Царское сельское лицеи – это город поэтов, город светской жизни, город культурной жизни. Первой половине XIX века однозначно. Самый известный выпускник Царское сельского лицея Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли за 9 месяцев до того, как сюда прибыл первый паровоз. Но о строительстве дороги Пушкин знал и писал о ней в современнике. Теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и царским селом, всем нам нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее. Это самое будущее общество того времени приняло хоть и со спорами, но очень быстро. Железная дорога не могла оставить равнодушной и русскую литературу. Если современников она скорее пугает, то дальше авторы все больше находят в ней новые образы и черпают вдохновение. Некрасов, Толстой, Блок, Есенин, Маяковский, Ахматов, Твардовский. И далее в 20 веке чугунка проникает в массовую культуру, становится героем песен и популярных кинофильмов, мультфильмов. В наши дни история железной дороги волнует и впечатляет не меньше. Когда дороги начинали строиться, когда появились первые поезда, и прогрессивные русские люди, писатели, очень большие надежды на это возлагали и радовались. Достоевский вспоминает, что Белинский ему говорил, что вот одна у меня радость, что в жизни, что наконец в России тоже будут железные дороги. Но, конечно, затем она никогда не уходила из русской литературы, второй план 19 века, железная дорога. Для литературы это было интересно, как новое местодействие, например. Вот как там люди встречаются случайные, да? Просто купили билет, они никогда друг друга не видели. В некотором узком пространстве, да, встречаются купе, сколько-то часов должны провести вместе, что они будут делать. Интересно же, да? Например, возможность рассказать историю. Вот он, пожалуйста, Крейцерова соната. Да, вот Толстого, эта история, рассказанная в огонь. Может быть, любовные какие-то отношения могут завязаться. Мы можем вспомнить Анну Каренину. Железная дорога в какой-то больший символ разрастается, такой, в 20 веке, конечно. Вот в некотором смысле железная дорога, так же, как она преобразовала российскую жизнь, да, русскую, она так же преобразовала литературу. Вот, да? Она дала ей какие-то другие измерения, да, какие-то другие темпы, да, другие пространства, другое ощущение. И в этом смысле, вот так, если это переформулировать, она, конечно, была бы немножко другой, если бы не было железной дороги. Человек всегда пытался обогнать время, быть впереди времени. Появляются железные дороги, которые во многом заменяют лошадей, кибитки, кареты. И ты, ну, как бы, человек стремился к этой скорости, с которой он будет узнавать мир гораздо быстрее, чем там на перекладных, на повозках или пешком. Поэтому, мне кажется, вот эта тема такой быстротечности, скоротечности нашей жизни – это вот для меня вообще железная дорога. И почему так люди стремились создать вот этот поезд, эту дорогу, ну, чтобы не было расстояния, чтобы мы могли переноситься во времени и в пространстве. Чокнутые – это же, ну, не какие-то не больные, не сумасшедшие, а это люди, одержимые какой-то идеей, какой-то страстью, каким-то делом. И вот эта чокнутость, когда ты понимаешь, что что бы ни произошло, а ты добьёшься того, что ты хочешь, – это вот как раз об этих строителях железной дороги. Но главная мысль – вот именно не железная дорога, а вот эта вот одержимость людей, которых каждый становится создателем чего-то. Моя героиня, ну, конечно, я не скажу, что я создала Святую Марию, это, наверное, было бы неправильно, но вот бывают вот такие посланники, посланники мира, посланники добра, посланники любви. Она, ну, вот откуда-то из другой реальности явилась к людям для того, чтобы их направить, помочь и поддержать. И она вдохновила героев, помогала им в сложных ситуациях для того, чтобы они сделали это дело с большой буквы. Я родилась в Павлодаре, потом долгое время жила в Сибири. И, кстати, с самого детства я прекрасно помню вот это свое впечатление от железных дорог, потому что электрички, поезда. Мы ездили, и мне очень нравилось смотреть в окна. А потом эта вся тема у нас вылилась уже в огромную большую книгу, которую издавали мы совместно с железными дорогами. Книга называлась «От паровоза до Сапсана». Сейчас, когда мы привыкли пользоваться железными дорогами, мы не можем себе представить, что же было в начале, что происходило в начале, когда надо было вообще-то только эту самую первую железную дорогу построить. И тогда собрался большой ученый совет во главе с царем. И решали, какие за и против могут быть. Причем аргументы, которые приводились, были удивительны, что люди, находясь в поездах, будут сходить с ума от вот этой вот бешеной скорости, которую будет развивать паровоз. Если бы проект с царско-сельской чугункой и с другими железными дорогами не был тогда реализован в XIX веке, то я думаю, что России вообще бы не было. А Россия в этом плане, безусловно, жила и живет дорогами. И железная дорога связывала и связывает регионы, людей, судьбы. Железнодорожники помнят и чтут свою историю, потому что в ней заложено очень много таких определенных философских составляющих, элементов, связанных как раз с тем, что дорога – это жизнь, и движение – это жизнь. И в этом плане мы связываем все то, что делает нашу жизнь лучше. В качестве самостоятельной железной дороги царско-сельская чугунка просуществовала до 1897 года. Потом ее включили в состав Московской виндавы-Рыбинской дороги и перешили на русскую колею. На торжественном собрании Императорского русского технического общества, посвященном 50-летию железных дорог в России, царско-сельскую чугунку по значимости ставили в один ряд с деяниями Петра Великого. Правда, потом было еще много всего. И самая прямая в России железная дорога между Петербургом и Москвой, и самая протяженная в мире трансиб, и первые электрички в мытище, и многотонные составы, везущие грузы с Урала, и военные эшелоны, и бронепоезда во время Великой Отечественной, а еще спустя полвека – скоростное и высокоскоростное движение. Все 185 лет железная дорога стучала колесами поездов в ритме времени. Анна Егорова, Сергей Максимов, Жанна Мясникова, Евгений Кузнецов, Юлия Уманец, Павел Кудряшкин, Виктор Копров и Александр Серцев. РЖД-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова